Ну что же, всем привет. Последний раз на сегодня. Всем доброго времени суток. Прошли мы уже половину пути. К сожалению, не все дошли вместе с нами. Вот мы видим, что товарищ Сергей Ревин с нами не присутствует. Ну не переживайте, завтра он уже будет. Мы его восстановим. Матч ДК против АйДжи. Все боялись 90 минут каждую карту, но этого не произошло. У нас получились две карты. Первая, по-моему, 40 минут, вторая где-то 27. Ну, общие, как обычно, впечатления от игры. Я смотрю, ты глаз прищуриваешь, просыпаешься, да? Я прищурил глаз очень серьезно. Мы были прям близки к 90 минутам в первой, да и во второй игре. Если бы у АйДжи не завелся плавленый сырок в команде, то мы бы точно стали свидетелями обоих игр, потому что АйДжи очень хотели затянуть все до бесконечности. И я не знаю, на что они рассчитывали, но хотели все выводить какой-то лейт, потому что в первой игре они набрали НАК, Парейшенов, Фурионов. Ну, то есть, кому как не мне, Капитану Виртуз Про, знать про эту систему. И как раз там Милотики 70-й начинается. Самое интересное обычно с такими героями. Но как бы ДК переиграли там в салат. ММА решил этот вопрос. Да, там завелся бешеный парень ММА, который их вообще-то обычно суппорт. Ну и тут он типа якобы суппортом был, но он был на МИПе и ближе к концу игры он обгонял всю команду. Ну тут он стакал, что-то ходил, гангал. Я просто конец какой-нибудь включу игры, там ближе к концу. Ну вот он тут этот... Ну как бы вот такой суппорт парень. Там есть соло-мидера, 17-го, там какие-то врагов там на год 14-го. А он такой вот 20-й. Ну прикинь, какая-нибудь ЦМ-очка такая 20-го левела. Ну Пупей показывал, с Тарасочкой ЦМ-очка выбегала, там топ-1 на Творце. Это был удел, был. Показывал. Вот ММА тоже пока... Пупей уже показал сегодня, все, ММА показывает. Так что это... Ну такой вот, первая игра такая вышла. Ну давайте, если немножечко от комичного к более серьезному. В принципе по пикам, вот этот МИПа, какая задумка... Вот вы увидели этот пик, какую задумку вы увидели у команды ДК и какая задумка была у команды IG? Да, IG хотели затянуть как можно дольше. Что хотели сделать ДК вот этим пиком МИПа? Я думаю, никто не ожидал его. Как думаешь, Диман, что хотели сделать ДК? Мне кажется, они хотели месить. Не, ну по пику видно, что IG собираются бегать. Они собираются вступать в игру в районе 70-й минуты. А ДК? ДК поняли в чем дело. Увидели они малое количество нюков и, наверное, всего остального. И пикнули МИПа. Все герои тонкие. В том числе и Нага. И у ДК отличная связка. Инвокер плюс МИПа или плюс Кентавр находят на карте любого. И его спокойно убивают. Поскольку у нас видно в очередной раз, что IG не хотят. Вообще драться не хотят. Любыми способами и возможностями от него убегают. То ДК вот взяли их и поймали. Вообще пик геомастера, я считаю, здесь, наверное, идеален. Сколько я не рассказывал, что он самый потенциальный герой. Он здесь себя полностью оправдал. Он прыгает вперед. Ловит любого. Дает прокаст в районе тысячи. И поскольку все герои тонкие, он даже если умрет, он себя уже окупает. При этом у него халявный экспириенс. Он получает где-то, наверное, в 2,5 или 3 раза больше экспы, чем остальные герои. Ну, из заклонов. И в итоге ДК захватили всю карту. Иллюзии Наги от геомастера рассыпались за 2 секунды. То есть, что бы она там не вбирала геомастер с прокастом в тысячи, в любой момент эти иллюзии сотрет. И IG нужно драться на кулачную. А кулаки у них не те. Да, я вот попрошу нам показать, пожалуйста, сравнительную статистику товарища ММА и керри-героя команды IG, Ло. Я думаю, это отличная показательная статистика. Сейчас мы можем наблюдать ее. Если нам ее выведут, будет занятно. Ну, вот такая вот как бы статистика. Смотри, ГПМчик. Ну, чуть-чуть ММА отстал. Ну, чуть-чуть. А по экспрессу мне нравится. Так вот. Да, там неплохо, неплохо. Капельку обошел. Да, совсем чуть-чуть. Ну, вот так вот, как мы говорили, что можно, в принципе, посмотреть на пике, на конечный результат. И, типа, сделать аналитику спокойно. Вот так вот, если закрыть ники у ДК, так и не поймешь, МИП-то кто вообще? Какую роль он исполнил? Да, я бы, наверное, сказал, какой-нибудь АйССССР сумасшедший психанул. Ну, как видно, там в ДК не один АйСССР сумасшедший, суппорты тоже, конечно. Ну, то есть, получается, что МИП-то это не совсем суппорт, это как-то такой еще один кэри. Это все, чтобы поставить в лес, знаешь, кого-нибудь фармилу, ну, образно Акса, да, который, он не суппорт, он фармит лес. Может выходить там где-то помочь подгангать, скажем, там с Баттлхангером или там с Берсерк Колом, помочь убивать. Ну, вот МИП-то таким занимался, он что-то где-то отводил, стакал себе лес, выходил где-то, помогал убивать, потом фармил лес, потом просто бегал, а потом, короче, стал вообще главным. Тут Бернинг превратился в человека, он купил себе Блинк, Арчит, Диффузал и Гем, ну, или ему там купили Гем. То есть, получается, он бегает по карте с Блинком, он там на клипы запрыгивал, ворды ломал, у него Арчит, то есть, как, ну, то есть, как он, типа, суппортит, МИП-чает. Вон там, говорит, о, я его за Арчитил, давай, МИП-а, вперед, там, этому задиффузалил. Ну, короче, так вот, такая смена ролей вышла. Тут, в целом, так получилось то, что ДК захватили преимущество, они пошли давить, 4 забежало в нижний лес и осталось место для Слютпуша сверху. Ну, так как у нас есть в карте Геомансер, он еще забирал весь свой лес, еще центральный лайн, еще легкий лайн, и в итоге Геомансер у нас в один момент стал выносить больше, чем, наверное, любой герой на карте, и при этом он полностью убивал вот эти крысиные бега. Ни Курион, ни Нага дальше своей реки выйти не могли. На 45-й минуте 25-й уровень взял, когда ближайший герой был 21-й, ну, и там уже было, конечно, ГГ, ВП, хотя, это, я даже твит всегда написал там в твиттерке о том, что на это смотреть, это, конечно, полный трэш, когда у людей, люди ведут 40 тысяч по XPA или 45 и 20 тысяч по голде, и они продолжают. Я смотрел на этого гентавра с сыром, мне казалось, что если он зайдет, просто нажмет на тавр, на него все 5 героев врага нажмут райт-клик, и тавр его будет бить. Они все умрут от его пассивки, если он съест сыр, и тавр упадет вместе, но нет. Они продолжали ходить, бродить, ну, потом собрались в один момент, слава богам. Продолжали ставить рекорды и показывать пример нашим дотерам, с каким преимуществом надо заходить на ХГ, чтобы на 100% иносить. Чтобы точно не обозориться. В один момент у меня было ощущение, что у них преимущество, наверное, больше, чем у вся голда у Родиантов. Ты знаешь, так, наверное, и было, да? Почти так. У них было 25 тысяч преимущество по голде, но у IG в три раза больше. 30 тысяч. 30 тысяч преимущество было. А вот по XP, ты прав, больше у них было преимущество, чем у XPA. У них 55 тысяч преимущество, а там всего 53 тысячи накопили. То есть, как бы вот так. Вторая карта, IG, пошли, решили пойти ход конем сделать и взяли себе Акса и решил на нем сыграть товарищ Луа. Все мы наслышанно. Не, я добавлю, они взяли Акса, которого решили добить тем, что он будет под Греевом, на нем будет огромное количество армора от Тренд Протектора, его всей командой будет защищать. Но даже под всеми этими защитными обилками он лопался, как воздушный шарик. Как и все, абсолютно все. Главный, главный там. Мне кажется, надо попросить кого-нибудь сделать нарезку моментов, как люди лопались в этой игре минуты так после 10-15. Они реально взрывались по всей карте. Ну, когда же, как попкорн в микроволновке. Ну, вообще, они пришли с задумкой вниз, и у них была задумка. Мы стоим двоим крипов, в один момент они зачем-то ушли и решили поставить два в три. Стоят, они смотрят, и вдвоем забивают Мирана с Шаду Демоном. В итоге проиграли нижний лайн, после этого пошел трое, проиграли двоим, это еще более-менее. Но при этом два героя сверху выиграли линию у верхнего героя. В итоге в очередной раз IG слили две линии, и пошел Сноубол. То, что мы видели. То есть по игре моментов было море. Я думаю, можно будет снять отдельный мувик. Ну да, и снова второй группой подряд. Камбу используют ДК из инвокера Кентавра. Только в этот раз она еще дополнена Шадов Демоном. И Патмой. То есть по всей карте, где угодно, либо Кентавр ловит кого-то на свой стан, плюс Дабл Идж, плюс Санстрайк сверху, либо Шадов Демон. Ловит кого-то туда, Кентавр, или Стрела, или Санстрайк, или все вместе. Вот когда залетало все вместе, было особенно красочно, когда люди там с полторы тысячи хп под соло-кетчером 4 уровня просто пропадали с карты. Вот этот Лу тоже. Не, ну я вообще слышал, что Лу на Аксе, он прям убийца, он крошит, крушит. Но там как раз комментаторы у нас такого же странного мнения были. Точнее, не странного, а о странной игре Акса мнение. Его не было видно первые 10 минут вообще. А потом он куда-то пришел и выяснилось, что он Баттлхангер даже на единичку не взял. И вместо И он, вот это вот самый странный момент вообще, который я когда-либо, ну, в последнее время видел. Обычно, если берут Кантер Хеликс, Максет и Берсерк Колл, и не берут Баттлхангер, то как бы стакают себе Лес, или может Эншотов, или кто-то стакает. Идут, это быстрый формат, быстро берут Блинк. И с четвертым Берсерком Кантер Хеликсом, ну, как-то инициируют, нападают. Тут парень себе быстро купил Вангуард. И он бежал потом, все время в драку, бежал за кем-то, натыкался на Стрелу, на какую-то фигню, на Колл Снеп, на Кентавра, на Стан Энигмы, в Блэк Холл Энигмы, в какие-то Ветра. Короче, там контроль УДК, ну, просто вагон. А парень купил Вангуард с замакшенным Кантер Хеликсом и ходил по драке, бродил. Вот особенно показательно было, когда Шадоу Демона гангал, кстати, это так, с Трентом. Шадоу Демона просто от них двоих. Если бы мы помнили в какой-то момент игре... Это было сверху, в районе пятой-десятой минуты, там было ярко показано, что Айджи вообще ничего не могут. Стоит суппорт, который фри-фармит, подходят два героя, один из которых Кэрри, и суппорт их просто бомбил и ушел вниз. Бомбил и просто ушел. Просто бомбил. Это был ММА, если что. Просто там даже был Фурион, который мог либо сделать ТП, либо дать ультимейс, сделать хоть что-то, но в итоге у нас, походу, ВВФ уже все. ВВФ забил. Ну да, такое было ощущение, что Айджи как-то и не знал. Я нашел, я нашел момент. Ты нашел момент? Мне нужно срочное включение, прямое включение. Итак, итак, выход. Это ЛО. Это главный Кэрри команды Айджи. Минуту, район минуты. Это ДК ММАй. Главный саппорт команды ДК. Оченьная ставка. Итак, 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 он пошел. Он крутит его. Он вертит его. Давай. Давай. Бей его. Опа. Туда, сюда. Блочь Акса. Блочь своего Акса. Блочь его. Конец, Гаван. И вот у него Вангуард. И вот у него нет вообще Бэтлхангера. Да ну, короче. Но это несерьезно. В общем, Айджи как-то смотрелись действительно печально. В последней карте, по крайней мере, даже тот же Феррари, который на Тинкере. Вот мы видели Тинкера, и ты сказал, о, там типа Травела на 11, на 15 даггер. Эта игра будет там минут 60. Они на базу не зайдут никогда. Но что-то вот все равно он приведет. Я так дал, но там смайл, пока он не отклеился совсем от нас, он высказал мнение, что сейчас они еще 5 раз умрут, или 10 Айджи, и напишут в ГГИ. В принципе, он почти прав оказался. Ну, Айджи, если бы они были как-то в форме, может, они устали очень сильно за сегодняшний день, что, в принципе, возможно, потому что много у них игр, они тут с утра. Но если бы они как-то получше играли, они действительно могли бы затянуть это очень серьезно. потому что этот... Ну, как ты будешь... Как ты будешь действовать, короче, Тинкера, ну, точнее, как ты будешь отыграть Тинкера, Фуриона и Трента, который все это лечит? Ну, тут прям такой расклад, то что Айджи прекрасно понимали, что Айджи могут спокойно еще 60 минут поформить, получить 40 тысяч, 50, а может и 80 тысяч голды, и потом они уже на верочку, на хайграунд зайдут, и им будет пофиг на Тинкера. Но так как Айджи это все прекрасно понимали, они рискнули и решили сдаться. Потому что лучше отдохнуть, наверняка. Да, ну что же, про этот матч мы уже поговорили. Следующий матч, который состоится... Я не уверен, будет ли по нашему времени, которому указано, или этот матч будет чуточку пораньше, но тем не менее, последний матч на сегодня. Best of 3. Evil Geniuses против Альянсов. Две организации под крылом одного и того же человека. Видишь, значит, надо спросить этого человека, кто победит. То есть вот так вот, я понял. Вот турнирная таблица. Вот это, кстати, очень интересно. Айджи проиграли ДК, и встретятся завтра с победителем пары MVP против Na'Vi. Ты знаешь? Вы знаете, ребят. Тут может быть такое, что... Конечно, да. Могут потом и MVP Phoenix, конечно, сыграть. Да, очень. В финале. Гранд-финале. Действительно, все к этому и идет. Ну, не, ну вот таких Айджи, которые вот сейчас играли. Мне кажется, им MVP Phoenix вообще не почувствуют. Они, мне кажется, не почувствовали бы. Там пошел бы тот Сларк, он бы... Ух. На Луан Аксе, да? На Луан Аксе как раз Сларк это мог бы и съесть. Так что? Да, вот следующий у нас матч Evil Geniuses против The Alliance. Чтобы вспомнить про эти команды, давайте, наверное, посмотрим превью обеих этих команд. И, ну, начнем, наверное, с победителей International 3. Все мы эту команду прекрасно знаем. Loda Aki S4 Admiral Bulldog и EGM команда Alliance. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok